Здравствуйте, коллеги! Рад всех приветствовать. Отвечая на этот вопрос, я бы не стал привязываться к пандемическому периоду. Все его прошли, все прошли по-своему. Но, плюс-минус, общаясь с коллегами, мы понимаем, что инструменты и направления были одинаковые, за какими-то специфическими исключениями. Не привязываясь к пандемии, я бы отметил несколько проектов, которые ведет компания «Северсталь» в рамках закупочной деятельности, которые я бы хотел сейчас озвучить. Первое, мы продолжаем заниматься автоматизацией через новые продукты, такие, как в рамках компании «Северсталь» принято решение о переходе на новую версию программы SAP. И 1 октября мы стартуем в обновленном формате, внедряем направление «СФО», новая версия SAP. Практически год мы не занимаемся какими-то доработками в рамках основной операционной системы, готовясь к этому старту. Через эту подготовку мы, безусловно, затрагиваем и внутренние наши разработки, переносим лучшие практики. Поэтому большая команда сейчас сосредоточена в этом направлении. Продолжаем заниматься отчетностью. Онлайн-отчетность через SAP Analytics Cloud, на наш взгляд, очень правильный инструмент. Мы выбрали у себя в компании, и он сейчас приносит определенные плоды. В любом моменте мы можем посмотреть, что у нас происходит в системе, и через визуализацию понимать, какие нужны решения в тот или иной момент времени. Мы ушли от формирования отчетов, теперь все у нас формируется автоматически. Это, конечно, высподило большое количество ресурсов наших закупщиков. Мы решили пойти… С 2017 года мы перешли на категорийный менеджмент, и сейчас, по прошествии четырех лет, мы видим, что формирование бесконечного количества слайдов на комитетах, где происходит защита этих категорийных книг, уже утратило свою актуальность, и мы пошли в автоматизацию категорийных стратегий, выбрали себе инструмент. Сейчас его занимаемся с провайдером его русификацией и интеграцией. Я думаю, что это правильное направление, и в августе месяце, после того, как мы его запустим, я думаю, на одной из конференций покажем, что из этого получилось. На наш взгляд, тоже очень хорошее, правильное направление. Продолжаем заниматься снижением транзакционности, повышением операционной эффективности. Это и увеличение количества и качества электронного документа оборота. Это и запуск в прошлом году. Северсталь анонсировала запуск платформы Marketplace для B2B-закупок. Соответственно, мы в рамках Севергрупп уже пилотируем данное направление, и в скором времени команда, которая занимается продвижением, представит этот продукт на рынок. Уже порядка 20 клиентов заинтересовались в интеграции в эту платформу. Я думаю, что будет тоже всем полезно и интересно. И, наверное, третье направление, ключевое для нас сейчас. Мы видим, что тренд в европейском регионе на экологичность, на понимание инвесторами, где находится компания с точки зрения ESG-рейтингов. Также одно из фокусов для нас сейчас – это и зеленые закупки. Мы в втором квартале планируем провести первую, так называемую, зеленую закупку со снижением углеродного следа. Да, это чуть более дорогое направление, но в целом для компании оценили, что направление правильное, будем пробовать. И, конечно же, это взаимодействие с подрядными организациями. Мы в этом году приняли решение о том, что LTFR, который сейчас использовался до 2020 года только по работникам компании «Северсталь», это неправильно. Мы сейчас включили в периметр и в KPI LTFR, в том числе и подрядные организации, и видим, что там уровень развития существенно ниже, чем в компании «Северсталь». И занимаемся как раз развитием наших подрядных организаций для того, чтобы в целом улучшить безопасность производства. Наверное, такие проекты я отметил. Спасибо. Будем ждать завершения какого-то из этих проектов к осенней конференции, может быть. Продолжение следует...